Всем привет! Вы смотрите Dillonix Channel и в этом эпизоде я расскажу вам как построить ферму опыта. Вам понадобится любой несыпучий блок, таблички и пару ведер с водой. Вот так эта конструкция выглядит снаружи, но она у вас будет под землей, вот это все будет земля, то есть я ее просто вытащил на поверхность, чтобы вам было удобнее посмотреть на нее со стороны, так сказать. Вот это вот ваш спаунер, ваш данж, мобы поступают вот в этот подъемный механизм, всплывают на высоту 23 блока и падают с этой высоты вниз. Тут стоите вы с каменным мечом и бьете их по ногам, по головам. Умирать они будут с одного удара. Подходит только данж со скелетами или с зомби. С пауками тоже можно сделать, но это требует довольно больших затрат по ресурсам и по нервам вашим. Итак, сейчас покажу как это все устроится. Вот ваш данж, ваша сокровищница. Я сделал ее размерами 6 на 7 блоков, вот это макет спаунера, потому что у меня их здесь нет. Если у вас больше или меньше, то урежьте до этих размеров. Итак, вы пришли в комнату. Первым делом копаете яму глубиной 2 блока. Это нужно, чтобы скелеты или зомби спокойно проходили под спаунером и не залипали на нем. Таким образом увеличивается производительность вашей машины по добыче опыта. Простите за голос, я немножко приболел. Так, выкопали. Теперь ставите прямо от спаунера вот такой столб. Это нужно, чтобы зомби и скелеты не собирались на нем сверху. Они почему-то очень любят это делать. Ставите его до потолка, но у меня нет потолка. Но вам надо сделать именно до упора. Так, сделали. Теперь копаете вот тут вот, там где у вас 7 блоков длины, копаете яму глубиной 2 блока. И расставляете вот таким вот образом таблички. Можете сразу вылить воду, можете потом. Это роли не играет. И воду выливаете сюда, по углам. А по центру. Вот он ровно по центру. Именно поэтому я советую 7 блоков делать, чтобы все было симметрично, красиво. А, делайте такой небольшой проход. Но это уже много. И копаете туннель на высоту 23 блока. Здесь вы ставите табличку. Вот так. И вот так. Сюда выливаете ведро воды. Зомби подходят, они прыгают, попадают в воду и начинают плыть. А теперь вы строите, собственно, сам туннель. Я буду строить из стекла, вам его просто нужно выкопать. И чередуете в нем воду и таблички. Я думаю, вам не надо рассказывать, что таблички поддерживают воду. И как это все работает. Я сейчас, наверное, прерву съемку и вернусь, когда вот это вот дострою до верха. Я закончил постройку подъемного механизма. И заодно построил вот эту яму. Но ее постройку я не стану записывать на видео, так как это просто яма. Здесь нет ничего необычного, просто такой вот туннель до низа. Итак, между ними перегородка в три блока. Можете сделать пять, можете сделать шесть. Но я делаю три, чтобы находиться поближе к спаунеру. Итак, вам осталось поставить табличку вот на этот блок. И вылить воду вот сюда. Если вместо этой таблички будет блок воды, не страшно. Эта роль никакой не играет. Для чего нужна эта табличка? Во-первых, она ограничивает воду, чтобы она не стекала в эту шахту. И во-вторых, как бы объяснить. Когда табличка находится вот здесь, если бы она находилась вот здесь, то зомби, подплыв на воде, оказался бы на поверхности этой самой воды. И упал бы не с двадцати трех блоков, а, например, двадцать три точка пять, двадцать три, шесть. Ну, где-то так. И этой высоты хватило бы, чтобы он убился совсем насмерть. То есть у него отнялось бы не девять сердечек, а все десять. А это вам явно не нужно. И завершающий штрих. Я вам покажу, как это все дело работает. А, да, чуть не забыл. Высота вот этого туннеля должна быть ровно два блока. Если больше, зомби будут прыгать и падать с большей высоты. Я не стану спавнить зомби вот в этом макете спавнера, макете данжа. Представим, что они приплыли по этой трубе и находятся вот здесь. Вот так, зомби приплывают, приплывают, приплывают и падают. Вот они уже внизу начали скапливаться. Как и некоторые зомби, остаются вот здесь. Но это не страшно, поскольку следующий приплывший просто сталкивает одного вниз. Поэтому здесь тусуется один или два зомби. Итак, тут собралось какое-то количество зомби. Вы подходите. Они все радостные. Я их не радовал, чтобы показать, как опыт накапливается. И просто льете их по ногам. Они дохнут с одного удара. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. До свидания.